С 2012 года реализуется новая федеральная программа развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянско-фермерских хозяйств. Тем, кто изъявил желание построить ферму на селе, из федерального центра возмещается 30% стоимости строительства животноводческих помещений. Аналогичная поддержка оказывается из республиканского бюджета. Одним из первых фермеров, получивших грант на развитие семейного животноводческого комплекса, стал Григорий Атласкин из Комсомольского района Чувашия. Всего лишь за год ему удалось отстроить современную молочно-товарную ферму на 200 голов. Сегодня прошло торжественное открытие животноводческого комплекса, в котором принял участие и глава Чувашия Михаил Игнатьев. Трудностей было немало, признается фермер. Нужно было покупать землю и технику, строить помещения для животных. Узнав о программе поддержки семейных ферм, подал документы. Один из первых в республике получил грант почти в 9 миллионов рублей. Это хозяйство было бывший совхоз Комсомольский, второе отделение. Здесь раньше занимались только свинокомплекс, свинотоварная ферма была. Я работал 4 года свинотоварной фермой, свиньи выращивал. И вот потом потихоньку перешел на крупный рогатый скот. В 2007 году я занимаюсь крупным рогатым скотом. Было у меня 12 голов, на сегодняшний день у меня 256 голов. Семейная ферма от Ласкиных небольшая по размеру, но вместе с тем это современное технологичное предприятие с законченным производственным циклом. Сама ферма, где содержатся коровы, доильный цех и цех по переработке молока. Эта установка и делает производство прибыльным. Заводы принимают только охлажденное молоко от хозяйств, поэтому раньше почти весь надой шел на корм для телят и свиней. Теперь же ферма производит молоко только в высшей категории. Ферма семейная, поэтому основная рабочая сила – родственники Григория Васильевича. Всего же он трудоустроил 8 человек. Работы предстоят еще немало. Территорию вокруг комплекса необходимо облагородить, построить дорогу, чтобы молоковозы и сами работники могли спокойно добираться до фермы. Кстати, только из натурального молока высшего качества получается вкусный сыр. Это прекрасно знают на молочном заводе «Изамбаевский», который также расположен в Комсомольском районе. Его в рамках рабочего визита также посетил Михаил Игнатьев. На предприятии выпускают 14 видов полутвердых, рассольных и мягких сыров. В сутки перерабатывают 30-35 тонн молока. Молоко местное. Поставляют его на предприятия хозяйства Комсомольского и близлежащих районов. Молоко у нас натуральное. Вообще мы из цельного молока производим весь сыр, без всяких консервантов, всяких добавок. Сыр у нас натуральный, что мы вообще-то и отмечаем на нашей этикетке. Многие сотрудники предприятия верны им уже на протяжении 10 лет. А работу свою любят и знают на отлично. Все делается руками, вручную все делается. Оттуда, вы сами знали, оттуда выходит с аппарата, нитки срезаются сколько по размеру, потом плетется руками. На глаз уже все знаем и все плетем на глаз. И оно получается 300-400 грамм. Каждый год появляются новые наименования сыров. Последние новинки – это сыры Эмиритинский и Замбаевский. Причем 80% выпускаемой продукции поступают на прилавки магазинов Москвы и Подмосковья. Со следующего года планируются поставки в Санкт-Петербург. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика.